Пишут, что состояние НАТО допускает начало мирных переговоров и так далее, и так далее. Вернее, я так понимаю, что подталкивают к мирным переговорам. Медведев описал Владимира Зеленского как наркотического злодея. Представляете, это алкаш, спившийся, что придумал. Очень смешно все это, конечно. Западные страны в частном порядке обсуждают возможные условия мира между Россией и Украиной. Уолл-стрит-джорнал пишет, не знаю, чем они пишут. Обсуждать можно сколько угодно, это невозможно. США пригрозили Зеленскому усталостью западных союзников от Украины. Понятно, что украинская война многих напрягает. Те, кто не участвует в дележе бабла, им хочется как-то что-то другой повестки, чтобы там влезть и делить бабло. А вообще устать от того, что грядет Третья мировая война, это идиотизм. Нужно это прекращать, а не уставать от этого. И Путин вызвал тревогу западных лидеров. Он поговорил с Макроном и вспоминал там бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Да, и прочее, и прочее. То есть, он опять про атомные бомбы рассказывает. И все зассали. Потому что Путин опять вспомнил про атомные бомбы. А что ссать над Путином, грохнуть, да и все. Песков высказался про публикацию о переговорах Селивана, Саливана Вертнея, с Ушаковым и Патрушевым. Да, я что-то ведь плохо читаю уже. Да, то есть, нам нечего сказать, много уток и так далее. Никаких уток Саливан действительно общался и с Ушаковым, и с Патрушевым, и сам об этом говорил. Я так понимаю, Wall Street Journal об этом написали. И Вашингтон отрицает, что Саливан обсуждал урегулирование конфликта с Украиной. Да, то есть, что они держат каналы связи открытыми. То есть, профилактируют. Там позвонили. Ну, как, открытый канал, работает, да, все нормально, слышите меня хорошо. Ну, до свидания, до завтра, я вам завтра еще позвоню. Они, что, нам башкотку фасируют? Что, за идиотом, что ли, считают? Председатель Европейского Центрального Банка Кристин Лагард рассказала, что инфляция в Евросоюзе взялась из ниоткуда. Европейские чиновники под видом борьбы с китайским коронавирусом закрыли людей на локдауны, разрушили малые и средние бизнесы, напечатали более триллиона евро. То есть, создали искусственный кризис. Она говорит об этом открыто. В Германии в последнее время Шольц столкнулся с волной критики, рейтинг его упал. Стало известно, что Шольц, будучи ранее бургомистром Гамбурга и сейчас будучи канцером Германии, лоббировал, упорно лоббирует интересы китайской компании. Китайских компаний и так далее. На участие китайцев в покупке доли в терминале в порту Гамбург, ну и прочее. Шольц придумал, как обойти запрет по портовой сделке в Гамбурге для Китая. И самое главное, что Шольц встречался с Цзиньпином. Посмотрите видео, я не могу его загрузить, но это уникально. Китайцы в Твиттере посмеиваются над тем, как Шольц держался на встрече с Цзиньпином, кланялся, держал руки по швам и сел за стол только тогда, когда китайц ему сказал, садись. Можете себе представить? Да, посмотрите, это чудовищно выглядит. И там нет никаких сомнений, кто там главный. Путин там весит перед этим с Цзиньпином. И там ходит на задних лапках Шольц и так далее. И вот Ля Фигаро пишет, Шольц действует вразрез с общей европейской линией. Политика Берлина в отношении Пекина может быть успешной, только в том случае, если она будет сочетаться с европейской политикой. Но может быть это не политика Берлина, может это политика Шольца. Так что все нормально. Мы же не знаем, кого покупал Путин. Может быть он покупал Шольца. А потом сказал, слышь, помнишь, мы тебя купили? Но это не мы купили, это китайцы через нас тебя купили. И все. Поэтому тут такая грязь. Просто жуть. То есть Цзиньпин, Путин использует подкуп, шантаж и все остальное в полном объеме. Европейские политики делают вид, что они не замечают. Почему они такой вид делают? Может быть они сами в этом участвуют. А если они в этом не участвуют, ну тогда они просто идиоты. Чтобы пропускать такой вариант, да, когда кто-то там занимается коррупцией из твоих оппонентов. А ты не можешь его подвинуть. Как раз это самое то. Китай самый сильный в мире. Ну да, конечно. Потому что сила это не только оружие и не только деньги. У Китая есть оружие, у Китая есть деньги. Может оружия недостаточно, но денег уже достаточно. Но самое главное, у Китая есть воля, собранная в один кулак. Я бы даже сказал, как вкратая в один палец. И палец от Цзиньпин. И он может этим пальцем, кому хочешь, голос выкрутить. Неизбежность большой войны прогрессирует. Глава стратегического командования вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард заявил. Украинский кризис, в котором мы сейчас находимся, это только разминка. Большой кризис только приближается. И пройдет не так много времени, прежде чем мы пройдем такую проверку, которой не было давно. Ну, я могу с ним согласиться. Он на симпозиуме Лиги подводных лодок это заявил. Справедливо, абсолютно. Сторонники пока еще действующего бразильского президента Балансарума митингуют против нечестных выборов, а он просит их прекратить. Но оппонент выиграл. Как помните, я вам и говорил, что деньги поставил бы на его оппонент. Так и получилось, в общем-то. Слава, пожалуйста, прогноз по Молдавии. Ну, пока по Молдавии какие прогнозы давать? Пока, я так понимаю, там на стрёме стоят рядом войска НАТО. Некоторые румынские части уже находятся на территории Молдавии. То есть Молдавии, слава богу, пока ничего не угрожает. Навряд ли Путин даст команду свою в Приднестровье атаковать. Это было бы самоубийство. Слава, когда Путин подпишет с Китаем договор? Я думаю, все договора уже подписаны давным-давно. Я думаю, что все подписано. Вы имеете в виду тот договор про СССР-2, но это будет сразу же после встречи с Байденом. Будет принято решение, что делать с Россией, каким путем идти. Это же не Путин решает, это Цзиньпин будет решать, каким он пойдет путем. А это будет зависеть от разговора с Байденом. Ну и от тех, кто готовит этот разговор. Слава, Слава, здравствуйте. А все-таки кто для Украины лучший трампист или демократ? Сегодня у меня коллега был эфир с политологом США. Он сказал, что трампистам Кремль дает места за взятки. Ну, я не знаю. Я в Кремле не работаю и не являюсь трампистом. Поэтому я не могу ничего сказать. Ну, вы знаете, я думаю, что и с теми, и с другими можно договориться в какой-то степени. Но не до упора, что называется. Поэтому даже если там изберутся все трамписты, они что, заставят Зеленского сдаться, что-то. Нет, этого не будет. Поэтому я думаю, что там не так страшно, что все вот эти гонки вокруг этих промежуточных выборов, они немножко несерьезны. И вы убедитесь, кто бы не избрался. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!